Катя Балдина учится в 9 классе Развилковской школы. Решение принять участие в районном краеведческом конкурсе пришло к ней не случайно. Она давно увлекается фото- и видеосъемкой. В лице своего преподавателя по истории Юлии Олеговны Катерина нашла единомышленника. Началось с того, что педагог предложила ей поучаствовать во Всероссийском конкурсе школьников «Человек истории России XX век». Так родилась идея рассказать о церкви в селе Молоково и ее настоятеля. Мы решили посмотреть, как она была восстановлена, что с ней произошло, что привело ее к разрушению и ее судьба в XX веке. Мы были награждены сертификатом участника. Но это хороший опыт, чтобы продолжать такую научную работу, конкурсную работу. На районный конкурс Катя со своим научным руководителем вышла с темой «Природное наследие» в номинации «Краеведческая экскурсия», в которой она рассказала о лесхозе горки. В этом лесу я родилась и выросла. Моя бабушка и дедушка там работали лесниками. Ну, а я наблюдаю, висит лес с самого детства. Еще в детстве мы ходили и елочки маленькие сажали. До сих пор мы с братом и сестрой двоюродными бегаем наблюдать за нашими посадками, которые мы сделали в пять лет. Свою видео-экскурсию Катя начинает с весны, когда лес только пробуждается. Появляются первые зеленые листочки, лесные цветы, многие из которых занесены в Красную книгу. Автору удалось поймать в объектив своей видеокамеры и живое население леса. На самом деле, леса пришла к нам на дачу воровать кур. Бабушка держит кур, и вот она ее украла, эту курицу. Мы с братом бегали за этой лесой и снимали. Я снимала, он меня охранял. Девятый районный конкурс, в котором приняла участие наша героиня, состоялся в 2017 году, объявленном Годом экологии. Ее видео-экскурсия наглядно показала, насколько красива и беззащитна наша природа, тем самым призвав к бережному отношению к ней. К сожалению, в последнее время человек все больше и больше утеснит природу. Вокруг заповедника ведется массовая застройка. Природа меняется. Исчезают некоторые виды растений и животных. Уже не подходят близко к дому лоси и кабаны. Все реже можно встретить обыкновенных зайцев, которых еще моя мама часто видела по дороге в школу. Подведение итогов конкурса «Наш край» состоится в апреле этого года. Какую оценку Катиной работе даст компетентное жюри, пока не знает ни сама Катя, ни ее наставник. Но они уже готовятся к новым интересным проектам. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Аминь. Продолжение следует...